Эфир телеканала Кубань-24 продолжает программу «Артефакты». С вами Екатерина Славянская. Музыка, которая способствует духовному росту. Краснодарская арт-группа «Ларго» приняла участие в 26-х международных образовых чтениях «Нравственные ценности и будущее человечества». Подробности узнаем у солиста коллектива Владислава Судакова. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Очень приятно очередной раз оказаться в вашей студии. Тем более у нас сегодня такой замечательный повод. Нашему коллективу арт-группе «Ларго» исполнилось 4 года. И нахождение в вашей студии для нас большой подарок. Чтобы не остаться в долгу, с большой радостью хочу преподнести вам наш новый диск «Душе мое восстание». Это диск духовной направленности. В него вошли избранные песнопения Великого Поста и Страстной Седмицы. Этот диск мы выпустили благодаря поддержке и благословению владыки Ханты-Мансийского и Сургутского митрополита Павла. Слушайте, ну прямо здорово. Вот на этой почве, вот мне кажется, что как-то и группа немного изменилась. Вот так ли это? Да, действительно, это так. В нашем коллективе, в нашем творчестве произошли некие изменения, поскольку какая-то вот другая музыкальная направленность появилась. Духовность и патриотизм это стали для нас не пустыми словами, а это транслируется через наше творчество. Расскажите подробнее о кремлевском вот этом концерте. Каким он был и какая реакция? Ну, кремлевская площадка это же огромная ответственность для любого артиста, любого уровня. И для нашего коллектива, конечно, было очень почетно и ответственно получить приглашение на такой значимый форум. Пожалуй, один из самых знаковых форумов, которые проводятся в нашей стране, было волнительно, поскольку мы представляли не только себя, не только группу Ларга, но представляли Краснодар и Кубань, нашу поющую и замечательную Кубань на этом мощном форуме. Я знаю, что отзывы самые, что ни на есть приятные. Да, отзывы замечательные. Наш коллектив был отмечен. В концертной программе принимали участие и отзывы были хорошие. Сказали, что вот ребята из Краснодара, это очень достойное продолжение и хороший коллектив, который будет представлять. Даже, знаете, я сейчас скажу такую штуку. Нас начали называть соловьями русской православной церкви. Ну, некоторые люди, ну, конечно, это громко сказано, наверное, но кто знает, кто знает, как дальше дело пойдет. Расскажите о репертуаре, который вы представили и вообще об исполнении композиции. То, что было исполнено в Кремле. Значит, мы исполняли песню «Запою токафиц соловьи». Эта песня вошла в наш первый альбом «Слава Богу за все», который мы выпустили в 2017 году. И режиссерская группа Кремля позвонили нам, попросили вот участие в концерте. Мы согласились, конечно же, и они попросили, чтобы мы выслали им ноты нашей песни. Они выбрали именно ее. Мы исполняли эту песню под аккомпанемент Большого симфонического оркестра. И в этом деле нам еще помогал Большой академический хор. Конечно же, это было все совершенно вживую, живой звук. Это была для нас новая планка, новый уровень. Было очень приятно. Вот насколько это сложно было сделать? Вы знаете, для нашего коллектива это было очень легко, потому что это очень близкий для нас материал. Он нам по душе, и поэтому нам было очень легко это сделать. С такими профессионалами одно удовольствие работать. А расскажите об особенностях исполнения вот именно таких духовных композиций. Особенностей каких-то... Вот, честно говоря, наш коллектив отличается от других коллективов, которые исполняют духовную музыку, именно каким-то своим новым звукоизвлечением. Потому что мы не традиционный коллектив в плане исполнения купол, академист, академический звук и так далее. У нас более такая легкая, скажем, эстрадная манера исполнения. Ну, наверное, это такой вот большой опыт, накопленный в работе в различных коллективах, с разными педагогами, общение с друзьями, с разными. То есть это все собралось воедино, и появилось вот такое вот звукоизвлечение группы Ларго. Сегодня вам 4 года. Вот расскажите для вас, что эта дата значит? Ну, это потрясающая дата, и пользуясь случаем, я хочу поблагодарить вот всех наших поклонников, всех наших друзей, всех людей, которые переживают за нас, те, которые помогают нам. Наши семьи, наши друзья. Это все большое сообщество арт-группы Ларго. Благодаря вот им все у нас есть и идет хорошо. Сегодня такое количество отзывов и поздравлений мы получили в своих социальных сетях. Ну, прям я проснулся и был счастлив от того, что вот у меня это есть, что у меня есть мои друзья. Александр Порожный, Владимир Соколов – это участники нашего, создатели, участники нашего коллектива. Арт-группа Ларго – это творческий союз трех людей, трех друзей, братьев, единомышленников. Мы вместе это сделали, и слава богу, у нас получается. А как это все начиналось? Расскажите, с чего? С чего начиналось? Ну, может быть, мы, честно говоря, сразу не планировали создавать коллектив, но, может, он создался вопреки чему-то. В общем, у нас была сложная творческая ситуация. Мы уволились с одного коллектива творческого и поняли, что без музыки мы не можем, и нам необходимо что-то создать новое. Потребовалось нам несколько дней на то, чтобы понять, что новый коллектив будет называться арт-группа Ларго. Арт-группа для того, чтобы мы исполняли большое количество разной музыки, разной направленности. И вот с течением времени как-то вот все это стало более понятно для нас, и появилась арт-группа Ларго. Уже в новом формате мы исполняем духовные песнопения, но не только. Расскажите о планах дальнейших. Вы знаете, самая главная цель, которая стоит перед нашим коллективом, это построение, создание нашей собственной студии звукозаписи. Поскольку 2017 год был для нас, конечно же, очень успешный, мы выпустили две пластинки. Но готовя эти пластинки к выпуску, мы поняли о том, что это очень сложно и затратно. И выгоднее гораздо построить собственную студию, чтобы можно было приглашать музыкантов, артистов и заниматься творчеством в полной мере. Потому что в рамках съемной студии это сложно делать. Поэтому мы с ребятами поставили перед собой цель за 2018 год обязательно сделать собственную студию звукозаписи. Есть смета, кто готов, звоните. Хорошо, но я пожелаю вам удачи, действительно, чтобы появилась своя студия, чтобы вот таких вот альбомов как можно больше появлялось. И действительно вы черпали в этом вдохновение. И приглашали тех, кто вам по душе и кто с вами идет в одном направлении. Спасибо огромное, поздравляю еще раз с вашим праздником. Дата может быть еще небольшая, но я желаю, чтобы действительно дальше было больше, больше, больше. Спасибо, что сегодня были с нами. Оставайтесь на телеканале Кубань24, у нас еще много интересного.